В эфире информационная программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Космический поцелуй. 27 августа произойдет романтическая встреча Юпитера и Венеры. Бриллиант Рубинович и другие. Какими популярными и редкими именами называют у детей рязанцы? Четыре дня на дереве. В городе прошла необычная операция по спасению кота. Современные мамы и папы предпочитают выбирать оригинальные имена для своих малышей. Сотрудников ЗАГСа уже не удивить экзотикой. Услышав необычное имя, они всегда просят родителей еще раз подумать. Одна из модных тенденций – многосложные имена. Как модно называть детей в нашем городе узнавала Анна Герцовская. По всей стране в последние годы прошелся бум старорусских и старославянских имен. Родители называли своих детей Святослав, Всеволод, Милана. Что касается Рязани, то здесь можно заметить скорее более привычные русские имена и у детей, и у взрослых. Николай Петрович. Данил. Василий. Ирина. Георгий. Меня Елена зовут. Татьяна. Лина. Михаловна. Татьяна. Алексей. Настя. Галина. Женя. Женя. А вас как? Саша. Тем не менее, обратившись в Главное управление ЗАГС по Рязанской области, мы выяснили, что необычные для нашего города имена все же существуют. Некоторые из малышей появились с ними в июле этого года. Наиболее часто встречающиеся в этом году имена мужские – это, например, Матвей, Ярослав, Михаил, Даниил. Женские имена – Василиса, Ульяна, Анастасия. Бывают также редкие имена, к ним можно отнести, например, в этом году – Марсель, Николь, Платон, Каролина. Это те имена, которые получают дети в нашем регионе при рождении. Многие из рязанцев отметили, что редких имен среди своих знакомых не встречают. Но нашлись и те, которые озвучили то, что, по их мнению, кажется непривычным. Встречали редкие имена среди знакомых? Встречала. Погрепина. Например, Стеклова к телевизору. А близких нет. Как вас зовут? Ольга. Ольга? А ребеночка? Юля. Юля. А какие-нибудь редкие имена встречали среди своих знакомых? У меня муж хотел ее назвать Клеопатрой. А вы встречали какие-нибудь редкие имена среди своих знакомых? Ипатий, знаю. Платон редко встречается. Не знаю, Ульяна. Местислав вот сейчас встречали. Подружка назвала дочку свою Мартой, потому что родила ее 8 марта. Да? Да. А вот я просто опросила. Еще знакомый меня назвал, мой одноклассник, назвал своего сына Елисеем. Да с Думану Андреевну, женщину, взрослую знаю. Давая своим детям редкие имена, родители чаще всего хотят придать этому какой-то смысл. По мнению психологов, выбор имени при рождении влияет на жизнь и судьбу человека. Но это, скорее всего, не имеет отношения к гласным или согласным буквам, расположенным в имени. Да, некоторое влияние имя оказывает на судьбу человека, на судьбу маленького ребенка в том числе. Но смотрите, что интересно получается. Однозначно сказать, что вот это конкретное имя будет вот таким-то образом влиять на жизнь ребенка невозможно, потому что влияет не сам звук, которым называют человека, а скорее влияет тот смысл, который вкладывает родитель в имя своего ребенка. Интересно то, что редкие имена вызывают удивление или интерес только у взрослых людей. Так что, если девочка, названная Евангелиной или Стефанией, отправится в детский садик, дети воспримут ее просто как обычного человека. Маленькие дети легко относятся к любому имени, потому что они слышат его впервые, и этот маленький друг или просто человечек ассоциируется, только с этим именем другого невозможно. То есть влияние в детской среде малышей точно никакого имя не окажет. А среди подростков имя будет значить многое. Иногда случается так, что и взрослые люди меняют свои имена. В этом случае перемена имени точно будет оказывать влияние на жизнь человека. По исследованиям психологов, если гражданин решается на смену имени, то, скорее всего, он был чем-то недоволен. Возможно, он был недоволен звучанием или тем, что транслировали родители через это имя. Смена имени будет носить такой позитивный характер и позитивное влияние на всю жизнь человека. Это очень приятно в сознательном возрасте называться, наконец, тем, кем хочешь называться. Тогда и влияние нового имени будет однозначно положительное. Нельзя сказать, что изменится судьба, но изменится внутреннее самоощущение человека. И когда изменится оно, возможно, какие-то события в жизни начнут происходить по-другому. Но в то же время нужно отметить, что негативную реакцию имя все же может принести. Чаще всего это происходит, если при рождении малыша родители дают ему имя, которое и именем назвать сложно. Например, «Гамбургер» или «Боч РВФ 260602». Последний вариант имени решили дать своему ребенку московские родители уже 14 лет назад. Теперь мальчику никак не могут выдать паспорт. Конечно, это дело каждого из родителей. Однако, по мнению психологов, такие сложные имена воспринимаются тяжело как взрослыми, так и детьми. Они определенно выделяют детей среди окружающих, но не так позитивно, как ребенка с именем Клеопатра, Каролина, Астерия или Платон. Так что разнообразить общество редкими именами, конечно, нужно. Так оно станет еще красивее, насыщеннее и интереснее. Главное – не переборщить с идеями. В эту субботу произойдет романтическая встреча Юпитера и Венеры. Так называемые космические поцелуи земляне смогут увидеть редчайшее астрономическое явление. Сблизятся и почти сольются в ночном небе планеты Венеры и Юпитер. Самые первые и самые яркие звезды небосклона. Следующее свидание планет увидят уже дети или внуки нынешнего поколения – землян. Они встретятся в ночном небосклоне в 2065 году. Как говорят сами астрономы, поцелуем планеты. Это назвать сложно. В кругу профессионалов, занимающихся изучением космических явлений, такие ситуации называются не иначе, как встречи планет. И, конечно, в реальности два космических тела не соприкасаются друг с другом. Зато с Земли это выглядит именно так. Венера и Юпитер выстраиваются на одной линии относительно нашей планеты и превращаются будто в одну большую звезду. К сожалению, для Рязани не очень удачное время этого соединения. Самая основная такая фаза этого максимального соединения будет после того, как и Венера, и Юпитер уже уйдут под горизонт. Единственное, что мы можем увидеть, это сразу после захода Солнца, при условии, конечно, что будет ясная погода безоблачная, низко-низко над горизонтом, точно на западе, будут две яркие точки, очень тесно расположенные в бинокль, в подзорную трубу. В принципе, можно будет их хорошо найти, рассмотреть. Если кто-то найдет эти две точки на небе, знайте, это были Венера и Юпитер. Увидеть их можно будет 27 августа, в субботу, примерно полдевятого вечером, прямо над горизонтом. Эти планеты и без того являются самыми яркими на небе, а их дуэт удвоит эту яркость. Такие соединения встречаются не столь редко, но уникальность нынешней встречи планет в том, что это самая тесная их встреча за последнее время. Среди прочего, с наступлением осени сокращение светового дня удобнее будет наблюдать и другие явления. Например, сейчас продолжается вечерняя видимость Сатурна. Любой человек может хорошо рассмотреть кольца планеты, если отправиться от городского освещения подальше, за город в южном направлении. Лучше это наблюдение производить с помощью телескопа, в крайнем случае при помощи 20-кратной подзорной трубы. В Рязани прошла необычная спасательная операция. Неравнодушные люди снимали с дерева кота. По словам местных жителей, кот забрался на дерево 4 дня назад. Они вызывали альпинистов, подъемный кран и всячески пытались помочь животному. Дело сдвинулось, когда на место выехала Оксана Тебенихина в сопровождении спасателей. Бедный Барсик пропал еще в воскресенье. Хозяева долго искали своего кота и никак не могли поверить в то, что их домосед мог уйти так далеко от подъезда. Но через пару дней Барсик подал голос с самой макушки высоченной ели, растущей под окном. До нас дозвонились соседи хозяев Барсика и очень попросили о помощи. Животинка трое суток боролась за свою жизнь, невзирая на дождь и зной, крепко вцепившись в спасительный колючий ствол и истошно вопя. Два дня назад я пришла с работы вечером и слышала, как мяукает кот. Но я в окно посмотрела, было уже темно, его не видно было. А на следующий день позвонила соседка с пятого этажа, ей лучше там видно. Она сказала, что на елке нашей сидит кот. И вот он сидит там уже третий сутки и снять его никто не может. На выручку несчастного Барсика пришли рязанские спасатели. Прибыв на место события на спецавтомобиле с подъемником, они оценили ситуацию и поняли, что высоты не хватает. Пришлось гнать пожарную автолестницу. Огромная конструкция Барсика, конечно, напугала. Но спускаться вниз самостоятельно животное не собиралось, упорно прячась в кроне ели. В конце концов, спасателям пришлось обмундироваться по полной программе. Страховка в помощь. И вот обессиленный Барсик уже в сильных руках своего спасителя. Наконец-то долгожданное объятие хозяйки. Огромное вам спасибо. Спасибо вам большое. Он орал, он ночами орал. Это вообще у меня стрямо... Я на душе прям мучилась невозможно так. Спасательная операция длилась около двух часов. К счастью, за это время ни одного вызова на пуль дежурного МЧС не поступило. Теперь Барсика ждет короткая рыбно-молочная реабилитация, прописанная любящими хозяевами. Слова благодарности спасателям лились со всех сторон. И пусть сегодня не человеческая, но спасенная жизнь. Оно того стоило. Впервые в Рязани сотрудники МЧС провели необычную акцию. С начала купального и пожароопасного периода ежегодно ведется мощная пропагандистская работа по профилактике происшествий в лесах и на воде. Теперь спасателям в этом помогает специально оборудованный автомобиль, который с помощью громкоговорителя оповещает рязанцев о правилах поведения на природе в преддверии выходных дней. Это своего рода агитационная красная машина, оборудованная громкоговорителем, используется Рязанским областным управлением МЧС совсем недавно. Но практика других регионов показала положительные тенденции такого рода пропаганды безопасного поведения в лесах и на водоемах. Ежедневно пожарные автомобили, возвращаясь с выезда после пожаров, проводят ресторанную работу среди населения при помощи громкоговорящих устройств. Также с прошлой недели было принято решение усилить данную работу. Для этого во всех районных центрах проводится информированное население при помощи громкоговорящих устройств. То есть пожарная и специальная техника выезжает на наиболее оживленные улицы городов, в частности, здесь, в городе Рязани, где проводят информированное население по мерам пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и безопасного поведения на природе. Следите за детьми у водоемов, не разжигайте костры там, где этого делать нельзя, не жгите сухую траву. Это основные указания, которые на всю улицу разносятся из громкоговорителя. Последние летние выходные на носу. А значит, и напомнить о правилах безопасности лишним не будет. Рязанская бабушка отправилась в Великобританию, чтобы подарить Елизавете II пирожки и соленья. Кроме того, в качестве подарка 80-летняя женщина привезла портрет королевы, который пенсионерка написала своими руками. О необычных ситуациях, которые создают или с какими сталкиваются туристы, расскажет Ирина Ковалева. Конечно, история рязанской бабушки, которая отправилась к королеве Елизавете, побила все рекорды, и аналогов ей немного. Гораздо чаще туристы опаздывают на рейсы и теряют документы. Согласитесь, довольно обыденно и совсем не весело. Но даже о таких случаях в агентстве «Все включено» нам рассказать отказались, по соображениям профессиональной этики. Зато поведали истории, которые случались с работниками агентства. Так, например, генеральный директор Рубен Григорян как-то раз стал свидетелем довольно комичной ситуации в Барселоне. Уж очень был большой соблазн купить там, в Испании, хамон. Это вот нога белой свиньи, копченая, она все как положено, приготовленная. Там она более уж недорогая. Тут какие-то смешные еще по тем временам, по старому курсу 20 евро, целая свиная нога получалась. И вся группа, практически вся группа, скупила там накануне вылету в магазине все эти ноги. Однако, уж больно принципиальные девушки оказались на стойке регистрации, когда взвешивали багаж. Перевес был практически у всех. Тут начался, конечно, такой, очень интересная такая, знаете, возня Тетри с перекладыванием вещей из багажа в ручную кладь. И в итоге, спустя минут 20-30, когда эта очередь перетасовала свои вещи, стояла очередь из людей, из ручной клади. У них торчали ноги вот эти вот с копытами. В общем, человек 20-30 были вот с этими свиными ногами, торчащими копытами из этой сумки. Вот таким вот образом все пошли в самолет и проходили. Ну, зрелище было такое, конечно, очень интересное. Еще одна история, уже романтическая, произошла в самом агентстве. Турист, подбиравший новогодний тур, в итоге в солнечные страны так и не попал. Зато этой осенью он отправляется в свадебное путешествие в Доминикану вместе с менеджером Аленой, которая и помогала ему зимой в подборе тура. Очень интересно выглядела, очень интеллигентная культурная речь была, очаровал, честно скажу. Подобрали тур, несколько вариантов в Таиланд, на Кубу и обменялись контактами. То есть мы всегда даем туристам время на размышления. Менялись контактами. Через два дня он нашел меня в соцсетях. Завязалась переписка. По переписке очень понравился. И приглашил на свидание. Встретились. И, собственно, меньше месяца мы женимся осталось. Предложение Дмитрий сделал Алене в стенах офиса, где он и встретил свою судьбу. Вот так из обычного туриста молодой человек превратился в счастливого жениха. Когда в сентябрьские выходные погода не позволит съездить на природу, досуг можно провести, например, в кино. Тем более, что в прокат выходит яркая и необычная картина, которой придется по нраву многим. Вчера прошел предпремьерный показ. Далее подробнее. Фильм Телли и Толли, которые зрители кинотеатра «Люксор» получили возможность увидеть за неделю до его выхода в широкий прокат, не просто комедия. Эта кинокартина рассказывает о том, что жизнь простых людей разных национальностей, их обычаи, нравы, образ жизни, который веками формировал их сознание, не под силу изменить никаким политическим течением. Согласитесь, довольно актуальная на сегодняшний день тема. Эта тема очень важна и, так скажем, не пример нашим западным странам. У нас таких безобразий межнациональных не творится. Рязань признана по итогам прошлого года одним из самых стабильных регионов в межнациональном отношении. Естественно, это можно благодарить наших жителей города Рязани, которые занимаются, в принципе, гармонизацией межнациональных и межконфессиональных отношений. Непосредственно перед показом фильма зрители смогли насладиться национальными танцами, песнями, а также угоститься блюдами кавказской кухни. Для гостей вип-зала, кинотеатром Люксора и рестораном Посада Фест был организован фуршет, на котором можно было попробовать вкуснейшие хачапури, шашлык и самсу. Здесь же для гостей играли на дойре, создавая тем самым невероятную атмосферу национального колорита. Ну а после зрители смогли окунуться в события фильма с максимальным комфортом. Ведь вип-зал кинотеатра Люксор единственный в городе, и это совершенно особенный зал. В нем не так много мест, но каждое место является особенным. Это комфортабельные кресла, это специальные индивидуальные столики для гостей, это индивидуальное освещение. Кроме того, вы можете нажать кнопку, и к вам придет официант из ресторана и принесет вам любые блюда и любые напитки из нашего ресторана. В этом зале вы можете посмотреть и другие фильмы кинотеатра Люксор. Ну и, конечно же, не забудьте про премьеру Телли и Толли. Эта картина действительно заслуживает вашего внимания. На этом у меня все. Завтра подведем итоги этой недели. А пока хорошего продолжения вечера. Субтитры создавал DimaTorzok